Приветствую вас! Ну вот, вы говорите о том, что ваша мама нуждается во внимании, и что, когда вы даёте своей маме то самое внимание, она начинает вмешиваться во всё и, по сути дела, не даёт вам. Как я понял, спокойней жить. Значит, во-первых, надо сказать, что ваша мама, будучи человеком довольно уже пожилым, довольно уже таким старым даже, я бы сказал. Она постепенно, потихонечку впадает в детство. И капризный ребёнок, она требует внимания, но при этом, когда вы ей это внимание даёте, то она не может воспользоваться правильно, грамотно тем, что вы для неё делаете, и начинает этим, как бы, злоупотреблять. И вот, тонкость заключается в том, на мой взгляд, именно в вашей ситуации, тонкость заключается в том, что вам необходимо понимать, что, когда вы маме даёте ей внимание, своё внимание, то она этим воспользуется всегда как-то, ну, негативно для вас. И что для неё, в целом, это нормальная базица. Для неё, в целом, это естественное поведение, именно для неё, для вашей мамы. Другое дело, почему вас это задевает? Почему вас это напрягает? Что может сделать реально старая женщина вам, если вы молодая, сильная и так далее? Подумайте-то, пожалуйста, об этом. Вы говорите, я боюсь, я не знаю, как себя вести. А чего вы боитесь? Того, что ваша мама вас с чем-то обвинит, она в любом случае вас с чем-то обвинит, просто потому что, будучи именно старым человеком, она склонна обвинять. Ну, подумайте, как ребёнок себя ведёт с родителями. Он обвиняет их, если они делают что-то не идеально. Не так, как, например, ему бы этого хотелось. Ребёнку, я имею в виду. Вот примерно так же ведёт себя и ваша мама. И вот этот момент вам нужно понять. Этот аспект вам нужно прочувствовать. Потому что ваша мама, поведение вашей мамы, точнее, оно вот всё в этом. Поведение вашей мамы, оно вот именно в таком вот капризном эгоистичном тоне будет выдержать. То есть вы не сможете ей угодить, потому что её запросы, как запросы капризного ребёнка, будут постоянно варьироваться. И варьироваться они будут так, что вы всегда будете виноваты. Но вот, к сожалению, всегда вы будете виноваты для своей мамы. И если вам неприятно, если вы не хотите быть виноваты, если вы боитесь быть виноваты, то это, к сожалению, ваша проблема неуверенность в себе. То есть вы неуверенность в себе, вы боитесь того, что будете испытывать чувство вины, вам относительно легко это чувство вины привить, да? И в результате вы просто наоборот оказываетесь подчинены человеку этим самым чувством вины. То есть он может навязать вам его, навязать вам это самое чувство вины, понимаете? Что и является здесь самым скверным обстоятельством для вас. Вот для вас это самое скверное обстоятельство, потому что если человек склонен испытывать вину за других не по делу, а вы испытываете вину, как я понял, перед своей мамой, потому что она вас обвиняет, то таким человеком, к сожалению, можно манипулировать. Таким человеком, к сожалению, можно управлять. И управлять таким человеком можно, к сожалению, довольно легко. И вот я хотел бы, чтобы вы постарались данный аспект понять, чтобы вы постарались увидеть ход моих мыслей. Почему ваша мама может вызвать у вас чувства вины? Почему ваша мама может вам как-то, например, там, ну, допустим, скажем, навредить, как-то, скажем, вмещаться в вашу жизнь, да? И так далее. То есть почему у нее есть для этого возможности, у нее есть для этого средства? Вот об этом вам нужно подумать. Если вы живете с ней, если вы ухаживаете за ней, то очевидно, что это акт доброй вашей воли. Это хорошо. Но плохо, что вы продолжаете свою маму воспринимать как серьезного партнера в отношениях с собой. И вот с чем связано подобное, нужно разбираться. Потому что, на мой взгляд, это может быть связано как с вашей неуверенностью в себе, как с отсутствием реализованности. То есть вот вы нереализованы, например, в отношениях с мужчинами, допустим, вы используете мамы, у вас, как я понял, нету мужа и так далее. То есть вам уже, ну, по возрасту, я так думаю, довольно прилично лет, чтобы вы хотели как-то вот уже завести свою семью. То есть, может быть, вы чувствуете, что уже пора заводить именно свою семью, да, не семью мамы, а свою собственную семью. Но у вас этого не получается. И из-за этого вы болезненно воспринимаете те, значит, аспекты, которые ваша мама вот пытается вам как-то дать. То есть связано это опять же с тем, что ваша мама задевает в вас какие-то черты, какие-то аспекты, какие-то аспекты вот того, что вы там думаете, например, о себе, да. Ваша мама задевает вот эти вот моменты в вас, и из-за этого вы столь болезненно реагируете. Потому что вы не уверены в себе, потому что вы сомневаетесь в себе. Потому что, вполне возможно, вы обвиняете свою маму в том, что это вот именно она, например, ну, допустим, именно она виновата ваших, допустим, несчастьях, которые с вами произошли. Вот. На деньги это, конечно, отчасти, отчасти, к сожалению, это правда, но вы можете сколько угодно обвинять, например, свою маму или там считать, что она не позволила вам создать свою семью, не позволила вам быть счастливой и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете сколько угодно это делать. Главный момент заключается в том, что жить вам. И вот именно вашу жизнь вам нужно прожить самой. Так чем обращать внимание на вашу маму, которая вот плохая или хорошая, или она такая, какая она есть? Чем обращать внимание на вашу маму, вы лучше попробуйте подумать о том, как вам свою жизнь устроит. Почему у вас, например, нету мужчины до сих пор, допустим? Удовлетворяетесь ли вы тем, что вы имеете сейчас, я имею ввиду работу, хобби, достижения, социальная позиция ваша и так далее. Нравится ли вам это, как вы к этому относитесь, как вы это воспринимаете? Вот моменты, о которых реально вам нужно подумать. А не о, простите, своей маме, которая, в общем-то, человек пожилой и которая, вообще-то говоря, уже не поменяется. Она, может быть, и рада бы, но не может. У нее возможности такой нет. Поэтому к маме я рекомендовал бы вам относиться как к ребенку. Постараться относиться как к ребенку. Если, конечно, вам в силу ряда причин, это не болезнь. Ну, по разным причинам я не буду здесь вам говорить, какие могут быть причины для этого. Давайте мы вот этот вопрос, этот вопрос мы пока оставим. Надеюсь, что вы мою основную мысль, вот именно основную мысль в том, что касается вашей мамы, вы услышали. На самом деле, это очень важно. То есть, важно понять, что не в вашей маме дело, вообще-то говоря. Не в вашей маме проблема. Проблема в том, откуда у вас повышенное чувство вины, да, и ранимость. Вот эти вот два основных момента, которые нужно в обязательном порядке совершенно проработать. Без которых все остальное просто не важно. И далее идти по направлению вашей собственной индивидуальной реализации. Вот. И все, и все. А ваша мама, она просто пытается быть значимой. Она пытается быть значимой, она хочет быть значимой. Вот. Она очень-очень сильно боится перестать быть значимой. Потому что это на деле очень страшно. Страшно, когда ты чувствуешь, как твои вот силы, когда ты чувствуешь, что твоя самостоятельность, твоя чёткость, твоя чёткость восприятия мира уходит. Это очень страшно. Поэтому к вашей маме нужно относиться вернее, положительно, но с обязательным учётом того факта, сколько вашей маме лет. И понимать, что если вы, вот если вы чувствуете определённое раздражение на свою маму, допустим, то это не проблема вашей мамы. Это следствие вашей неудовлетворённости. Которую вам надо обязательно постараться реализовать. Потому что по-другому, потому что в противном случае вам будет достаточно тяжело с ней уживаться. То есть она вас будет своим поведением просто-напросто раздражать. И вы будете думать, вот как вот мне с ней наладить отношения, как вот мне с ней жить. А на самом деле, на самом деле, вам не с ней нужно жить. Вам с собой нужно жить. Вот если научитесь жить с собой, соответственно, своими интересами, взглядами, ценностями, желаниями, то и маму вы не будете всерьёз воспринимать. Ну, не будет она для вас угрозой. Какой-то вот такой реальной угрозой. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok